Добрый вечер. В прямом эфире вы смотрите информационную программу «Факты» в студии Артём Восенко. И далее расскажем о главных событиях этого дня. Всем известный коронавирус. Но неизвестно, конечно, передаётся ли он через посылки или нет. Но лучше не рисковать, мне кажется. Никаких контактов с иностранцами, посылок и бананов. Россия закрыла границу с Китаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таких хочется пожалеть уже просто самих животных. Очень жалко таких условий. Просторная ферма или всё же тесная коммуналка? В частном зоопарке Краснодара рептилии плачут крокодильями слезами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство и реконструкция социальных объектов – это максимально видимая работа власти. Больше половины поставленных задач выполнено. Какие районы вовремя реализуют поручения губернатора, а какие отстают – обсудили сегодня на часе контроля. Сначала смотрят, где они хотят, потом, где они могут, какие проблемы, какие профессии, какие направления. Пять лет в глубинке за миллион. Благодаря хорошей мотивации кубанские педагоги легко прощаются со столичной жизнью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российско-китайская граница теперь на замке. Чтобы предотвратить распространение смертельного коронавируса, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить любое сообщение с Поднебесной. Кроме того, приостановлено и оформление электронных виз для граждан КНР. В сети люди начали переживать, что же теперь будет с покупками в интернете и как быть с экспортом в Китай. Этот материал прямо сейчас готовится к эфиру, ну а пока переходим к другим темам. На ковер к губернатору. Краевые министры, мэры городов и руководители районов пришли с отчетами о выполнении поручений главы региона. Сегодня для чиновников состоялся первый в наступившем году час контроля. На совещании назвали муниципалитеты, которые хуже всего справляются с поставленными задачами. Много вопросов касалось строительства социальных объектов. Александр Иванченко расскажет подробности. Час контроля, несмотря на название, длится дольше 60 минут. Но само определение стало своего рода брендом совещаний губернатора, на которых он лично следит за судьбой собственных поручений. Так, по итогам прошлого года, ответственнее всего к их выполнению подошли в Абинском, Красноармейском и Крымском районах. Но больше внимания вызывают аутсайдеры. Не очень активно задачами, поставленными главой региона, занимались в Горячем Ключе, Тимрюкском и Новопокровском районах. В последнем из девяти поручений не выполнено ни одно. В июле 2018 года было поручено организовать освещение улиц в поселке Кубанском. Кроме этого, установить там детские и игровые площадки. Да, закупили детскую площадку, она уже длительное время лежит в сарае и никуда не устанавливается. Невозможно все 100% максимально проигнорировать мои поручения, которые еще раз подчеркнули на поручениях жителей Новопокровского района и тех населенных пунктов. Невозможно тогда, с какими глазами мне ехать в Новопокровский район и еще раз с ней встречаться. Но это и есть муниципальная власть, чтобы она либо пробила двери, а может быть еще что-то в кабинеты краевых чиновников. А если краевые чиновники настолько забракодировались, вот если я готов вам, коллеги, главы муниципальных образований, пробить эти двери, но должен быть сейчас в вашем глазах какой-то алгоритм, по которому вы шли, и кто-то вам помешал. Добрый день, уважаемый Мирманович. На сегодняшний день на территории муниципального образования разработана дорожная карта, по которой мы сегодня движемся и успешно выполняем ваши поручения. У одного доклад и у вас доклад. Я, Сергей Константинович Поляковский, вам поручаю, организуйте комиссионный выезд в район и посмотрите, насколько в срок и качественно выполняются поручения мои, поручения губернатора. И доложите мне объективную ситуацию и по срокам, и по качеству выполнения моих поручений. Договорились? Буквально вам ровно две недели на полное понимание того, как выполняются поручения и в целом, как жизнь в Новокровском районе сегодня устроена и какие сегодня достижения и результаты есть. Но у контрольного управления, оно напрямую подчиняется Венимину Кондратьеву, вопросы есть и к эффективности работы структурных подразделений в самой администрации Краснодарского края. Низкие КПД, например, у Департамента строительства и Министерства ТЭК и ЖКХ. Очень много вопросов по срокам возведения социальных объектов. По некоторым задержка составляет по два и три года. В качестве последнего предупреждения главным контролером за бюджетными стройками в регионе губернатор назначил руководителя Департамента строительства. Перекидывать ответственность между друг другом у чиновников больше не получится. Строительство и реконструкция социальных объектов – это максимально видимая работа власти всех уровней для жителей. Поэтому, когда мы растягиваем реконструкцию строительства, люди же понимают, то, что можно сделать за год, мы делаем за три. А то, что можно сделать за три, мы делаем за шесть. То это изображение деятельности. Это не нужно ни мне, коллеге, я уверен, ни вам и ни жителям. Поэтому давайте здесь все-таки посмотрим на дорожные карты, на дорожные карты по каждому социальному объекту. И неважно, что это – реконструкция, либо ремонт, либо это – строительство. По каждому еще раз оптимизируем сроки и ремонта, и строительства любого социального объекта, который у нас стоит в дорожных картах. Еще раз давайте посмотрим на актуализацию этих дорожных карт. С точки зрения ускорения всех этих процессов. Переносов сроков не может быть и по таким масштабным проектам, как строительство школы для одаренных детей в Сочи, акушерского корпуса в Кореновске и детской краевой больницы в Краснодаре. Еще одна зона пристального внимания – капитальный ремонт многоквартирных домов. В контрольном управлении посчитали, что работы по 141 дому, которые по планам должны были сделать в прошлом году, перенесли на будущее. Те дома, которые назвал Максим Иванович, были исключены. Мы сегодня, исходя из пожеланий собственников, у нас все эти дома включены в план 20-го, 21-го, 22-го года, исходя из тех видов работ, которые сегодня собственники изъявили желание выполнять. Поэтому ни один дом сегодня, который перенесен, он у нас не находится за пределами планов. Очень много сегодня вопросов, которые требуют разрешения. Все, кто сегодня в команде, значит, не жалеют людей, жители, которые живут в любом муниципальном образовании. Должно быть стыдно за результаты своей работы. Поэтому, если уже сказали, что в следующем году, будьте добры, сделать все, чтобы люди, на самом деле, были уверены в том, что им коллеги-чиновники помогли отремонтировать дом так, чтобы у них даже не было вопросов к тому, и как отремонтировали. И они не пожалели о том, что перенесли ремонт дома на следующий год, потому что получили вдвойне большее качество и больше комфорта. Вот это сегодня принципиально важно. Что касается реконструкции и капитального ремонта сегодня домов, многоквартир. Принципиально важно. Не обмануть людей, не обмануть. Час контроля у губернатора проходит ежемесячно, и с каждым разом увеличивается количество выполненных поручений. На данный момент 80% задач главы региона уже воплощены в жизнь. Александр Иванченко, Вадим Волков, Олег Демидов, Кубань-24, Краснодар. И мы возвращаемся к теме коронавируса. Сегодня Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке. Приостановлено оформление виз для граждан КНР. А россияне беспокоятся из-за посылок, заказанных из Поднебесной. Ксения Галич с подробностями. Вспышку нового коронавируса сравнивают с эпидемией атипичной пневмонии начала 2000-х, которая также началась в Китае. Тогда от острого респираторного синдрома скончалось более 800 человек, а заразилось в 100 раз больше. Жертвами нового вируса уже стали более 170 человек. У 8 тысяч заболевания подтверждено. И с каждым днем фиксируют новых инфицированных по всему миру. Последний случай был в Финляндии. К счастью, до России смертельный вирус не добрался, а по всей стране усилили меры безопасности. К примеру, на Кубани специалисты Ростельхознадзора круглосуточно дежурят на всех пунктах государственной границы, проверяя багаж пассажиров. Они пристально следят, чтобы никакие сомнительные продукты не попали в наш край. Требование к этой продукции должно быть в заводской упаковке и до 5 килограмм. В случае, если эти требования нарушаются, специалистами отдела данная продукция изымается и уничтожается на территории пункта пропуска. То есть не допускается свободное обращение к нам на территорию. Что касается товарооборота с Китаем, то доля экспорта Краснодарского края пока невелика. К тому же грузовое сообщение между странами обычно не зависит от эпидемиологической ситуации. Поставки обычно идут по ЖД, веткам или морю, и груз в любом случае проходит контроль. Экономисты говорят, что мы слишком далеко от КНР. За время пути ни один микроорганизм просто не выживет. Во все времена, даже в самые опасные эпидемиологические ситуации, грузовой товарооборот не прекращался. Почему? Потому что, наверное, эпидемиологи скажут, что риск переноса вируса по грузовым поставкам достаточно низок. Если вы ждете посылки, в том числе из Китая, волноваться тоже не нужно. Никакого сбоя в работе почты не будет. Почта России заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях руководствуется рекомендациями профильных ведомств. На текущий момент распоряжений, касающихся пересылки отправлений из Китая, в адрес почты России не поступало. Ни одного подтвержденного случая заражения через посылки не зафиксировано. Не прекратят работу и все известные виртуальные торговые площадки. Сейчас, пожалуй, сложно найти человека, который бы хоть раз не пользовался их услугами. Ведь цена в интернете часто радует. Корреспондент фактов Алина Сорокина заказывает вещи из Китая уже лет 10. Она знает, как найти добросовестного продавца, следит за отзывами реальных покупателей и всегда проверяет статус своих покупок. Два дня назад я заказала товар, он уже в работе, он уже готовится к отправке. Те товары, которые я заказывала месяц назад, они тоже отслеживаются. Некоторые уже прибыли в Россию и идут к нам в Краснодар. Кроме того, специалисты таких торговых площадок за годы работы знают, когда и почему могут быть сбои в поставках. К этому они готовятся заранее. У нас есть запасы в логистических центрах. В феврале-марте иногда бывают ситуации, когда, например, самые популярные модели гаджетов и техники доступны не во всех цветах. Но, как правило, это связано с повышенным спросом под гендерные праздники, которые мы также учли при планировании закупок. А вот люди к покупкам из Китая теперь относятся неоднозначно. Всем известный коронавирус, но неизвестно, конечно, передается ли он через посылки или нет. Но лучше не рисковать, мне кажется. То есть вы раньше заказывали, а теперь не будете? Да. Я обычно в интернете не заказываю, но если бы это зависело от вируса, я бы на него не обратила внимания и заказала бы, что мне нужно. Я не боюсь открыть посылку из Китая. Если вы планировали путешествие в Китай, то попасть туда пока не получится. С понедельника все туроператоры отменили поездки в Поднебесную. Тем, кто ранее приобрел путевки, предлагают либо сменить маршрут, либо вернуть деньги. Две трети жителей решают не отменять отдых и выбирают другую страну. Хотя КНР была очень популярна у россиян, в том числе и у кубанцев. Впервые в истории Корстара были запущены прямые рейсы на Хайнань. Пользовались они безумной популярностью. Каждую неделю летало из Корстара более 300 человек. Цены были потрясающе низкие. Но я приду пример. Можно было поехать на 13 дней за 80-90 тысяч рублей на двоих. Китайские СМИ сообщают, что их ученым удалось в рекордные сроки установить патоген, который вызвал вспышку коронавируса и даже разработать лекарства. Правда, на его испытания понадобятся месяцы. Тем временем, пока одни люди опустошают аптеки, скупая медицинские маски, лекарства от гриппа и ОРВИ, другие решили не вешать нос и мастерят мемы. В общем, как переживать этот непростой для мира период, решать только вам. Ксения Галя, Чарик Перминов, Самир Гачаев, Кубань, 24, Краснодар. Магистрали Кубани оснастят интеллектуальной системой. На трассах появятся дополнительные видеокамеры, новая разметка, метеостанции и единые центры мониторинга ситуации. О том, как строить качественные дороги по современным стандартам, обсудили в Краснодаре. Научно-практический семинар объединил работников отрасли из 38 регионов страны. Это почти три сотни человек. На протяжении двух дней участники подводили предварительные итоги работы профильного нацпроекта и строили планы на текущий год. Самая главная задача – снизить смертность на дорогах страны. Обсудили также работу лаборатории и оборудование, результаты исследования полевых испытаний дорожных материалов. От Калининграда до Камчатки, от Питера и до южных наших субъектов и представители заказчиков, подрядные организации, наука, те, кто занимается контролем качества, производители материалов, представители общественных, образовательных организаций. Все вместе мы думаем, что найдем ответы на те проблемные вопросы, которые есть. Для реализации профильного нацпроекта и внедрения интеллектуальной системы на дорогах Кубани в этом году выделено 260 миллионов рублей. Уже в начале февраля начинается строительство, реконструкция дороги Краснодар-Есть в Тимошевском районе. Это порядка 12 километров от Медведовской до границы с Динским районом. Будем приводить ее до первой технической категории, четыре полосы с разделительной полосой безопасности. Продолжат в этом году работать и над объездной дорогой станицы Ленинградская. В сентябре начнут возводить трассу в обход Тимошевска. Завершить все планируют через три года. На реализацию нацпроекта на Кубани в 2019-м было выделено более 2 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировали порядка 300 километров дорог. Современные павильоны, богатый ассортимент и еще больше покупателей. В Абинске после реконструкции заработал продуктовый рынок. Торговый комплекс «Казачий» объединил под одной крышей 40 предпринимателей. Теперь мясо, рыбу, овощи и конфеты они реализуют в комфортных условиях. На подходе ремонт второй очереди рынка непродовольственных товаров. Подробности у Вероники Веретенниковой. За 13 лет работы на рынке Инга Соломко узнала все секреты выгодного расположения овощей и фруктов на прилавке. Наливным яблоком, аппетитным бананом и ароматным помидором. Своё особенное место. Задачу, как красиво представить покупателям товар до реконструкции, решали с большим трудом. Сейчас рынок сам стал визитной карточкой. Изменилось, конечно, всё только в лучшую сторону. Было холодно, не очень комфортно. Сейчас всё замечательно, трудимся, ждём покупателей всегда. Обновки радуются и Татьяна Иванова, предприниматель с 24-летним стажем. Переживали очень, очень сильно переживали, потому как вклады здесь большие. Всё зависит от покупательского спроса. Конечно, сейчас чисто, светло, прекрасно, места много. В итоге реконструкции сегодня приехал оценить заместитель руководителя Департамента потребительской сферы Края Александр Кузнецов. Он пообщался с посетителями и узнал, что думают продавцы об обновлениях. Комфортно работать в новых условиях? Комфортно, конечно. Я 20 лет на рынке была, на старом рынке, в Китае, 18 лет. Все условия у вас есть, да? Все условия, да, горячая вода, холодильники, всё. А вы здесь и разделкой занимаетесь, да, сами? Да, у нас тут колода, тут же разделываем. На все преобразования собственник торговых площадей потратил порядка 9 миллионов рублей. Главная цель – рынок должен составлять конкуренцию крупным торговым сетям по комфорту и стоимости товаров. Вместе с появлением моек, кондиционеров и подсобных помещений стал разнообразнее и ассортимент. Поэтому покупателей здесь стало намного больше. Сначала приходили из любопытства, потому что было интересно, да, походить. А теперь они уже сориентировались, потому что у нас зоны, мы так посчитали, что будет лучше. Мясная зона, рыбная, то есть люди уже сориентировались. Ну, я думаю, больше. Во-первых, тепло. Во-вторых, уютно. По продавцам, которые работают предприниматели, я спрашиваю, они все говорят, что намного больше стало. Я считаю, что продавцам намного удобнее, комфортнее и теплее будет им, как бы, все это чисто. В скором времени преобразования коснутся и второй очереди рынка, где продают непродовольственные товары. В планах приступить к ремонту в мае. Тоже хочется уже, чтобы был у нас хороший рынок, тепло было, холодно, люди не заходят сюда, не одеваются. Уже почти полный месяц стоим по нолям, потому что холодно. На сегодняшний день у нас заключено около 19 соглашений. Эта работа постоянно продолжается. У нас какие-то соглашения уже заканчиваются и работы выполнены, какие-то мы заключаем снова. Общая сумма средств, которую собственникам планируется вложить в реконструкцию, порядка 30 миллионов рублей. Всего на Кубани работает 800 рынков. Большую часть из них по поручению губернатора ждет реконструкция. Это касается как маленьких, так и больших торговых комплексов. Так, например, через две недели на российском инвестиционном форуме должно быть подписано соглашение о капитальном ремонте сенового рынка Краснодара. Вероника Веретенникова, Михаил Власенко, Кубань, 24, Абинский район. Десант педагогов готовится отправиться в небольшие станицы и отдаленные хутора Кубани. Более ста специалистов могут стать новыми участниками программы «Земский учитель». Уже начался прием заявок. Проект рассчитан на то, чтобы привлечь кадры именно в сельские школы. Специалисты, которые решат покинуть крупные города, получат выплату в размере миллиона рублей. Деньги они смогут потратить по своему усмотрению, например, построить дом или купить квартиру. Но есть условия. Учителям на новом месте нужно отработать не менее пяти лет. Мы объявили курсы, уже начали принимать документы с 10 января. Завершится он 15 апреля. На сегодняшний момент мы собираем еще и пакеты документов. То есть есть структура мероприятия. Люди сначала смотрят, где они хотят, потом где они могут, какие проблемы, какие профессии, какие направления. Это учителя математики, это учителя начальных классов, это учителя иностранного языка. Конкурсный отбор Краевое министерство образования планирует провести уже летом. Осенью педагоги получат выплаты. На данный момент заявки подали во все районы, кроме Мостовского. Проект рассчитан на три года. Вы смотрите «Вечерние факты», и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Прокуратура Кубани проводит проверку деятельности крокодиловой фермы в Краснодаре. Частный мини-зоопарк оказался в поле зрения силовиков после того, как попал на просторы социальных сетей. Автор публикации, некоторое время работавший на ферме, рассказал, что животные и рептилии обитают в жутких условиях. Крохотные клетки и вольеры едва могут вместить десятки экзотов. Звери мерзнут, а если вдруг заболевают, диагноз один – смерть. Правдивы ли впечатления очевидца и что ему уже ответил несостоявшийся работодатель в материале Александры Проскуриной. Мы около бассейна с сиамскими крокодилами. В нашем бассейне здесь две инфракрасные лампы, которые обогревают крокодилов. Температура под ними всегда в пределах 30-35 градусов. Более того, здесь есть подиум, на котором сиамские крокодилы прогревают с друха. Это видео сняли работники крокодиловой фермы и распространили ролик по самым популярным городским пабликам в попытке обелить свое имя. Отвечать им пришлось своему несостоявшемуся сотруднику, а заодно и всем краснодарским зоозащитникам. Ферму обвинили в жестоком обращении с животными. Все животные находятся в малюсеньких клетках, террариумах. Некоторым животным не хватает тепла, и они греются друг от друга, маленькие обезьянки. У крокодилов практически нет воды и небольшие лужи. У всех животных помимо маленьких клеток, террариумов нет домиков и мест, куда они могут спрятаться от людей. Но видео, сделанное действующими сотрудниками фермы, говорит об обратном. Рядом с бассейном для крокодилов стоят светлые террариумы. А за кадром работник приводит неопровержимый аргумент в пользу беззаботной и счастливой жизни местных обитателей. Видно, что животные находятся в хорошем состоянии, ухоженные, чистые, накормленные. Только в этот ролик попала лишь малая часть всей крокодиловой фермы, а за официальными кадрами еще пять бассейнов. И каждый ужасает больше предыдущего. На узкой возвышенности под инфракрасными лампами рептилии в несколько слоев. Кому не хватило места, ждет очереди в воде по соседству с каймановыми черепахами. Все разные морды, разные краски. К слову о разнообразии. На одной территории, судя по описанию, обитает три вида крокодилов. Нильский, Сиамский, Миссисипский, Аллигатор. Это видео, снятое уже непредвзятым очевидцем, мы показали биологу Дмитрию Вехову. Здесь, конечно, хорошая ванна. Большая ванна, занимает почти половину вольера. Но она рассчитана на штуковой вольер на одного крокодила. Ну, в принципе, двух одного вида при таком большом размере. Здесь, наверное, штук 50 крокодилов. Конечно, это не их размер, не их сочетание. Таких хочется пожалеть уже про самих животных. Очень жалко таких условий. В тесноте живут не только крокодилы. Территория всей фермы небольшая. Черепахи не могут сделать и пары шагов в вольере. Тут, кажется, только кролики чувствуют себя вольготно. Сурикаты разминают затекшие суставы, прыгая на стенки террариума. В их распоряжении не больше метра. Даже малоподвижные змеи вызывают сочувствие. Им тоже не хватает места. Змеи любят раздвигаться, потом надо периодически выдвигаться в длину. Должно быть два-три размера змеи. Высота должна быть удобна, чтобы змея могла в случае этого разу подниматься, на вытянутую руку подниматься в той козмеи. И, конечно, для того, чтобы была возможность перемещаться. Публикация в социальных сетях и шквал негодования в комментариях. Обратили на крокодиловую ферму внимание краевой прокуратуры. Прокуратура Карасумского административного округа города Краснодара организована проверка информации, размещенной в СМИ и в социальных сетях, о нарушениях порядка обращения с животными на территории зоопарка, расположенного в одном из торговых центров. В прокуратуру также привлечены специалисты. Дополнительная информация будет сообщена позже. В первоначальной авторской публикации есть один нюанс, который может поставить крест не просто на работе всей крокодиловой фермы, но и на судьбе ее владельцев. Я процитирую. Там также стоит морозилка с десятками мертвых зверей. По рассказам сотрудников, руководство экономит на ветврачах. И большинство животных кидают живыми в морозилку, дабы их не лечить. Туда кидали ящериц-хамелеонов, также там есть крокодилы, змеи, кролики. Это обвинение будет посерьезнее просто тесных вольеров и может вылиться в реальное уголовное дело. Максимальный срок наказания по которому до пяти лет лишения свободы. Александр Проскурин, Анастасия Маркова, Евгений Береснев, Кубань-24, Краснодар, Новороссийск. Провода к пьедесталу прокладывают связисты из Краснодарского края в Карачаево-Черкесии. Там проходит отборочный турнир Южного военного округа. Солдаты борются за право участвовать в армейском конкурсе «Уверенный прием». Наладить сообщения в полевых условиях непросто. По легенде учений, условный противник устроил радиопомехи. Ну и, конечно, оружие применять приходится, а все как в реальной боевой ситуации. Все задачи военнослужащие выполняют с помощью новейшей спецтехники, командно-штабных машин, цифровых радиорелейных и радиостанций. В конкурсных боевых условиях тоже важна скорость выполнения приказа. Участники учений тянут линии связи на время, а также разворачивают защищенные радиосети, передают и принимают в автоматическом режиме большие объемы информации. На защиту истории с мастерками и шпателями реставрация мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, началась в Краснодаре. В общей сложности в порядок приведут 34 памятника. Ремонт проходит в соответствии с требованиями Министерства культуры страны. Амир Юсупов продолжит тему. Памятник и две стелы по бокам. Узнаваемый силуэт мемориала воинам-освободителям украшает город больше полувека. Место знаковое. В эту часть Краснодара в 1943-м вошли советские войска, освобождавшие регион от немецких захватчиков. Комплекс открыли в день 20-й годовщины Великой Победы. И вот усилиями строителей он готовится встречать уже 75-летие разгрома фашистской Германии. Столь масштабной реставрации памятника в этом веке не было. За два десятилетия монумент успел покрыться трещинами и даже пострадать от удара стихии. Как говорят врачи, вскрытие показало, когда мы начали делать левую стелу, несколько лет назад было падение дерева. Это дерево скололо часть стелы. Сейчас мы ее восстановили, отреставрировали, привели в надлежащее состояние. Работы уже завершены на треть. К маю строители усилят основание, отштукатурят стелы и заделают трещины. После этого уложат гранитные плиты и сделают подсветку. Процесс реставрации контролирует глава города Евгений Первышев. Это действительно памятник, который находится в реестре памятников культурного наследия. В Министерстве культуры Российской Федерации на учете стоит. Это отклонение даже от заданных параметров, от условий, от требований, которые выставляет Министерство культуры таким объектом. Мы допустить не должны. В реестре культурного наследия им мемориал «Вечный огонь» на улице Северной. Там завершают демонтаж старых плит и ставят метки под новые, заранее продумывая уклон для стока дождевой воды. Больше полутора тысяч квадратных метров гранита для благоустройства памятника привезли из Челябинска. Столь прочный материал практически не изнашивается, конечно, при должном уходе. По контракту заложен гарантийный срок, по которому, в любом случае, подрядчик, выполняющий работы, будет поддерживать состояние. А по истечению гарантийного срока уже будем контрактоваться на поддержание, на текущий ремонт и на поддержание состояния этих памятников обязательно. В общей сложности в краевой столице в порядок приведут 34 памятника и мемориала. Масштабная ремонтная кампания завершится в конце апреля. Амир Юступов, Станислав Бондурко, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар. 12 километров в честь погибших героев. Воспитанники Центра внешкольной работы Кропоткина отправились в турпоход и посвятили его 77-й годовщине освобождения Кавказского района от немецко-фашистских захватчиков. Пути подростков сопровождали преподаватели и родители. Всего в экспедицию отправились около 400 человек, это 27 команд. Предварительно получив маршрутные листы, группы стартовали на Казанской горе от памятника жертвам фашизма. В этом году порядка 12 километров нужно пройти. Погода не очень нам сопутствует, прохладно. Плюс выполнить задания. Задания разные. Задания и на знание краеведения, и топография, преодоление препятствий, оказание первой помощи. Все дети, они очень подготовленные, они все с таким энтузиазмом все проводят. Они очень интересно об этом всем говорят, и им всем это достаточно нравится. И каждый из них такой для себя очень большой герой, который правда прошел этот поход. У каждого из них огромное сердце, они помогают всем. Такие туристические походы уже стали традиционными, а вот маршрут организаторы всегда готовят разный. В этом году лучше всего с заданиями справились ребята из школ номер 5 и 17. Вы смотрите «Вечерние факты». Спасибо, что остаетесь с нами. Сильные дожди и ветер сегодня обрушились на Кубань. В крае объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать и завтра. Основной удар стихия нанесла по Черноморскому побережью от Туапсе до Адлера. Там порывы могут достигать 20 метров в секунду, а дождь периодами будет сопровождать мокрый снег. Повысился уровень воды в реке Сочи, но до критических отметок еще далеко. Из-за ветра лучше не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, в горах Сочи выше тысячи метров над уровнем моря сегодня сохраняется опасность хода лавин. Спасатели рекомендуют отложить походы и ни в коем случае не кататься на лыжах за пределами оборудованных трасс. В Новороссийске появился первый в крае лежачий светофор. По сути, это полоса с загорающейся разными цветами на асфальте. Сделать электронного регулировщика горизонтальным предложили школьники и студенты. Они входят в молодежный совет города. Главный аргумент в пользу идеи. Лежачий светофор заметят дети и подростки, которые не отрывают взглядов от мобильных телефонов. В администрации Новороссийска взвесили все «за», приценились к необходимому оборудованию. И первый перекресток загорелся под ногами пешеходов. Подробности у Инны Чайки. Перекресток Энгельса и Цедрика похож на сотни других в Новороссийске. И ни один прохожий не замечает новенькую ленту под ногами. Она появилась на всех четырех переходах. Горожане переступают ее, не глядя, но это только до наступления темноты. После заката солнца горизонтальный светофор предстает во всей красе. Яркая светодиодная лента вшита в асфальт. Она работает на одной цветовой волне с привычным вертикальным регулировщиком. Когда он показывает красный пешеходам, запрещающий сигнал дублируется под ногами. Проход разрешен и лента тоже загорается зеленым. Удобно, особенно тем, кто все время в телефоне. Я думаю, под ногами они увидят, если даже не видят верх. Вот у меня племянник 14 лет, он абсолютно не видит то, что там горит и не горит в наушниках. А так хотя бы они увидят на земле, что оно там горит и стоп красный. Я только за. На цвета люди быстрее реагируют, чем на что-то еще. Первичный цвет, второй звук. Меньше будет всяких ДТП на самом деле, то есть людей будет меньше сбивать. Эффект от горизонтального светофора можно предсказать, глядя на другие города страны. Например, в Москве первая такая лента появилась в 2015-м на проспекте Мира. За год там не произошло ни одной аварии с участием пешеходов, хотя до этого жертвы ДТП на зебре исчислялись десятками. Лежачие регулировщики есть в Санкт-Петербурге. Постепенно ими оборудуют перекрестки в Томске, Брянске, Саратове. В Новороссийске светодиодные ленты украшают пока два перекрестка. Сейчас мы устанавливаем именно дублирующий свет, который отображается на самом светофоре. А в дальнейшем, возможно, это могут быть световые полосы только на пешеходном переходе. Если человек начинает движение по пешеходному переходу, то это будет отображаться на дороге, на самих пешеходных переходах, вне зависимости от установленного светофорного объекта. Лентами-дублерами в этом году в Новороссийске оборудуют еще пять переходов. Адреса пока не определены, но известно. Лежачие светофоры появятся возле школ, либо на наиболее аварийных перекрестках. Стоимость одного горизонтального регулировщика около 150 тысяч рублей. Но по сравнению с человеческой жизнью все суммы мизерные. Инна Чайка, Александра Проскурина и Александр Брыксин. Кубань, 24. Новороссийск. Краснодар станет планетой слонов. Премьера международного шоу в ближайшие выходные пройдет в городском цирке. Династия дрессировщиков Гертнер, победители фестивалей в Париже и Монте-Карло, известны во всей Европе и Америке, представят кубанской публике лучшие номера. Как артисты и животные готовятся к представлению, увидела наша съемочная группа. В свое утро Индра и Бэйби начинают как люди, принимают душ. Каждая леди весом три тонны. Они не родились в цирке, но получается так, что мама убили, и получается, они били, но без мамы. И получается, их брали на цирк. Они были совсем маленькие, три годика так примерно. И их брали, и они всю жизнь, получается, с нами на цирке. Сейчас Бэйби 38 лет, а Индре 42. По характеру она более общительная, рассказывает Алекс Гертнер. Он старший в династии дрессировщиков. Свои номера в программе представит и его супруга, воздушная гимнастка Алексия Тигхе, и пятеро их детей. Работать с животными в семье учат с младенчества. А чтобы слоны привыкли к Краснодару, в режим Индры и Бэйби добавили прогулку по городу. Так гигантские артисты уже стали звездами соцсетей, а билеты на премьеру почти все раскуплены. Самое сложное, это сначала немного научить слонов. Но это просто надо немного времени, ну, с любовью, и это, потихонечку, и они лучше и лучше, и потом уже сами все знают. Кроме слонов, в программе циркового шоу лошади, верблюды и гуси. На манеж выйдут знаменитые на весь мир артисты из Германии и Ирландии. Планета слонов будет в краевой столице всего месяц. Запланировано 15 представлений по выходным. Узнать подробности и купить билеты можно в кассах или на сайте Краснодарского цирка. И в завершении выпуска о представлении, которое смогли разглядеть посетители сочинского аэропорта. Его территорию облюбовала семейка землероек. Ролик, на котором пушистый паровозик пыхтит в поисках пропитания, обрастает комментариями у миллионных пользователей. Мамаша и ее выводок обычно так и путешествуют, держась зубами за хвостики. Сам зверек размером не больше 8 сантиметров и вынужден постоянно устраивать перекус. Корма землеройкам нужно больше собственного веса. Эти крошечные мышки с хоботками приносят пользу, уничтожая вредителей и растений. В аэропорту их обижать не стали. В год крысы они должны принести удачу. Это все новости на сегодня. Мои коллеги уже готовы рассказать о погоде на завтра. Желаю вам хорошего вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Трой Империал. Всем доброго вечера, доброго и немного сонного. Такое впечатление, что все вокруг и погода, и люди как будто впали в спячку. Это все фронты. Друг за другом они шируют через наш край и не дают нам метеочувствительным людям расслабиться, точнее сосредоточиться. Но я все-таки сейчас возьму себя в руки и расскажу вам о погоде во всех подробностях. И поможет мне, как всегда, снимок, сделанный со спутника. Итак, друзья, вот он появился. Вот здесь находится наш край и продолжают к нам со стороны запада один за другим. Стройными рядами шуровать фронты. Теплые и холодные на любой вкус. Тот, который к нам заглянул, нельзя назвать ни теплым, ни холодным. Но вот дождливым он будет совершенно точно. Мало того, что дожди будут не простые, а холодные и крайне непредсказуемые. Еще и осадки могут лить интенсивно, как из ведра. А могут просто моросящим дождиком по вашему населенному пункту прогуляться. Это все минусы погоды. Давайте теперь попробуем отыскать в этой ситуации хоть какие-то плюсы. Они действительно есть. И ветра пока сильного наблюдать не будем. И давление в крае в пределах нормы. Еще синоптики обещают нам неплохие температуры ночью. 0,5 в среднем по краю. А вот чего ждать в дневные часы, расскажет карта края. Итак, как обычно, начнем мы с востока. Тут температуры упали практически на 5 градусов. Это много и слишком резко. Но нам с вами не привыкать. Кубань отличается необычными прибадами. Итак, начнем с Тихорецка, как обычно. В Тихорецке плюс 6. В Кропоткине плюс 4, плюс 6. В Армавире также 4, 6 с плюсом. В Лобинске плюс 6. В Майкопе похолодало значительно. Плюс 3 всего. А вот жителям Белореченска повезло у вас плюс 7, друзья. Теперь на север и на запад края переносимся. Тут очень похожая ситуация. Дожди пройдут и температуры упадут. Но не так сильно, как на востоке. В Ельске, Каневское плюс 3, плюс 5. Синоптики обещают. В Кущевской и Ленинградской плюс 6. В Приморско-Ахтарске в дневное время до 5 тепла. В Тюмрюке и в Славянске на Кубани плюс 5, плюс 7. Крымск у вас плюс 8. В горячем ключе 7 градусов. В Пширонске плюс 4 на термометрах. Продолжаем движение по нашему краю. К прекрасному переносимся на Черноморское побережье. Дожди разной интенсивности будут поливать и Сочи, и Геленджик, и Анапу. Всех, всех, всех. Никого стороной не обойдут, зато температура у вас хорошая. Анапа, Новороссийск, Геленджик до 6,8. Тепла в Туапсе плюс 8. И в Сочи плюс 6 и плюс 8. Ветер в крае юго-западный преимущественно не очень сильный. Пока до 10 метров в секунду разгонится он чуть позже. Давление в крае в норме. Да, теперь давайте посмотрим, что будет происходить в Краснодаре. Ну что, как у всех, так и в Краснодаре. Ничего нового. Посмотрите, утро довольно-таки прохладное. Плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7 в дневное время. Плюс 5 синоптики обещают вечером дожди в любую минуту. Это точно. Ветер не сильный, юго-западные давления в норме. А у меня на этом все. Забегу немного вперед после этого фронта. К нам пожалует еще один, каким он будет. Узнаем в завтрашнем выпуске. А пока хорошего вам вечера. И прямо сейчас я передаю слово своим спортивным коллегам.